Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео вопрос-ответ в своем инстаграме. Я сделала пост и сказала, что вы можете задавать любые вопросы, желательно, конечно, новые, на которые я еще не отвечала, ну и какие-нибудь интересные. В общем, самые топовые вопросы, и на которые мне хочется ответить, сегодня будут в этом видео. Сразу хочу предупредить, чтобы не отчаивались те, чьи вопросы не попадут в это видео. У меня открылся новый канал, о котором я уже говорила, ссылка будет под видео, канал на Твиче, и как только выйдет это видео, я под видео напишу, какого числа и во сколько будет прямой эфир, где я буду отвечать на все вопросы прямо онлайн, открою инстаграм и прямо буду отвечать. Также вы сможете задавать вопросы прямо в чате непосредственно, если что-то захотите уточнить. Ну а теперь поехали, вопрос-ответ. Привет, если бы у тебя не было канала и большой аудитории, решилась бы ты открыть свой магазин. На самом деле я давно уже пробовала открывать свой магазин и что-то хотела сделать, все было безуспешно, и именно то, что у меня есть аудитория, и открывала я магазин специально для своей аудитории. Поэтому если бы не было вас, я бы его в принципе не открывала. Поэтому не то, чтобы не решилась, ну как бы мне не было бы смысла. Я это делала специально для своих подписчиков, для своей аудитории. Следующий вопрос от Ксении. Приветик, когда будет следующая поездка за границу и куда именно? Следующая поездка за границу у меня будет в Германию, в Мюнхен. Оттуда я уже, я там попуду несколько дней, проведу время с друзьями, а оттуда я уже буду думать, возможно, может быть, попаду в Италию. Но хрен его знает, не знаю на самом деле, как получится, потому что все довольно спонтанно. Но билет я пока беру в одну сторону, Шенген уже получила. Так что Германия. И, кстати, я собираюсь проводить прямой эфир из Германии на своем канале Twitch. Следующий вопрос Алина. Что делать, если тебе нравятся несколько парней, и ты им тоже нравишься? Каждый предлагает быть с ним, и ты не знаешь, кого выбрать. Вы знаете, всегда, когда мне поступает такой вопрос, это не первый вопрос, много девочек задают подобные вопросы, когда они теряются между двумя мальчиками, тремя и дестерьмью, я всегда говорю, что вы просто не нашли своего еще мужчину. Потому что, когда девушка влюблена по-настоящему, ей никто другой не нужен. Вот согласитесь со мной, те, кто меня сейчас смотрит, напишите в комментариях. Ну, если вы любите одного, и сердце ваше принадлежит одному, ведь вы не сомневаетесь в том, что это он. Даже если все вокруг вам говорят, он вам не подходит, он тебе не пара, а ты все равно душой чувствуешь, что это твое. И пока ты не пройдешь с ним определенный путь, никакой другой парень просто никак не сможет стать на твоем пути. А если какой-то другой парень смог стать на твоем пути, значит, ты уже сама сомневаешься, что это твой или не твой человек, с которым ты сейчас находишься. Ну, а если три парня рядом, и ты не знаешь, кого выбрать, значит, ни к одному из них у тебя не лежит душа. Значит, тебе нужен четвертый, которого ты полюбишь и скажешь, вот он мой, хоть и такой какой-то никакой, возможно, а возможно именно такой, какой надо. Ну, в общем, четвертый нужен. А если семеро, то восьмой. Вот так. Ирчик задает вопрос. Селена, на что ты потратила свои первые деньги, первую зарплату? Честно говоря, мне всегда хотелось покупать себе одежду, так как в детстве было в этом у нас дефицита, была дефицита, был дефицит и сладюшки, всякие вкусняшки, тоже был дефицит. Поэтому первую свою зарплату я вообще тратила, по-моему, на сладости всякие разные, мы с братом покупали, а потом я покупала себе там вещи всякие. Ездила на рынок, темерник у нас очень известный, и там покупала себе одежду. Анатомия спрашивает про мои татуировки. Хотелось бы услышать о ваших тату, что сподвигло их сделать, и есть ли в них какой-то смысл. Да, в каждой татуировке есть у меня смысл, а сподвигло единственное, то, что мне просто нравятся татуировки. То есть это не так, что какой-то смысл, и я думаю, набью. Нет, сначала появилась идея того, что я просто люблю татуировки, и хотела бы я на себе их, да, я тоже хочу. А потом уже приходит идея, а что бы набить? И, естественно, ты уже начинаешь что-то подбирать со смыслом. Да, вот у меня вот здесь татуировка Don't Stop, я уже говорила, это связано с духовностью, чтобы я не останавливалась на пути духовного развития, можно так сказать. Здесь у меня татуировка Selena Sway. Это говорит о том, что мой канал YouTube и вот этот мой псевдоним Selena Sway — это неотъемлемая часть моей жизни, которая, я думаю, никогда не прекратится. Ну, то есть всё, это forever, навсегда. И здесь у меня имя моего сына Даниэл, и многие, знаете, говорят, зачем татуировка имя сына, типа, ты что там забудешь, не забудешь? Зачем, типа, набивать именно детей? Ну, алё, это в первую очередь потому, что тебе нравятся татуировки. И что ты хочешь набить? А набить всегда хочется то, что, ну, никогда, как бы, никогда ты не захочешь стереть. И имя ребёнка — это, по-моему, одно из самых топовых, что ты никогда не захочешь стереть, какой бы он не был ребёнок, и как бы отношения ваши не сложились, с тобой он рядом или далеко, что бы он тебе не сделал, или как бы вообще ситуации не повернулись, это твоя кровь. И тату делают всегда детей, родители и так далее, потому что ты никогда не захочешь это убрать. А вот, например, есть моменты глупые, да, допустим, там, может быть, тебе нравится какая-то группа, или вот, например, представляете, фанаты, может быть, Майкла Джексона, к примеру, да, делали себе какие-то татуировки, не зная там что-то, да, вот сейчас вышло видео новое, покидая Neverland, может быть, кто-то смотрел, нет, и кто-то, может быть, поменял о нём мнение, представляете, как захотели стереть все эти тату, ну, к примеру, да. И поэтому лучше всего делать татуировку ту, которая действительно вы не захотите, потом от неё избавиться. И, по-моему, имена детей – это самое то. Имена родителей, имена детей. Ну, вот любимых я, может быть, не стала бы вторую половинку, да, там делать, потому что в наше время сейчас всё настолько непостоянно. Сегодня ты любима, а завтра не любима, сегодня мы вместе, а завтра вы врозь, и поэтому, возможно, любимого не стоило бы делать, да. Вот, а ребёнка, ну, то есть родители и дети – это то, что остаётся всегда, вот. Селена своей, может быть, тоже, да, может быть, я как-то перестану, там, вести канал, там, или ещё что-то, но вряд ли, вряд ли, вряд ли, а даже если это и случится когда-нибудь, то это всегда останется со мной, это часть меня, и даже если перестану вести канал, то я не захочу это стереть, потому что это я, это я здесь, вот. Ну, и духовность, как бы, ну, мне кажется, это какие-то вечные вещи, ну, на мой взгляд. Ну, а если уж захочется стереть, то, смотри. Виктория задаёт вопрос, как пережить расставание, забыть человека или хотя бы перестать плакать? У меня, на самом деле, есть на канале одно отдельное видео, и подписываюсь под каждым словом, которое я там говорила, я его записывала, кстати, будучи беременной, как пережить расставание селена своей. Наберите, пожалуйста, в Ютубе, и посмотрите, я там с такими волнистыми волосами. И я вам скажу, что всё вопрос взгляда. Нет каких-то определённых таких вот, не, есть, конечно, определённые вещи, которые вы можете сделать, там, пойти с подружками гулять, заняться работой, найти себе хобби, там, и так далее. Я тоже там даю эти советы. Но вопрос взгляда, если вы хотите глубинно поменять этот момент, чтобы при каждом расставании, а в наше время их очень много, вы не переживали что-то, вам нужно поменять взгляд. И первое, что нужно принять, это то, что в этом мире всё не постоянно. Всё приходит и уходит. И каждый раз, когда вы начинаете встречаться с новым человеком, не нужно за него хвататься, как за что-то такое, что никогда от вас не уйдёт. Когда вы получаете блага всякие, желаемое, то есть парня, или деньги, или работу, или дом новый, не держитесь за это так, что как будто оно никогда от вас не уйдёт, оно постоянное и вечное. Именно из-за этого мы страдаем. Когда первая мысль наша приходит, что всё, это моё, и оно никуда от меня не денется, мы слишком сильно к этому привязываемся. И когда мы это теряем, мы оказываемся в шоке. Мы как будто бы не ожидали, что это когда-то от нас может уйти. И из-за этого проходят все страдания. Но если изначально вы будете ко всему относиться как к ничто-то такому вашему, что никогда от вас не уйдёт, и это будет глубоко осознаваться в вас, то есть вы прям глубоко это поймёте, то каждый раз, когда что-то будет от вас уходить и меняться, что-то уходит, а что-то приходит, вы будете проще к этому относиться. В общем, в этом видео я раскрываю тему вот такую. Передаю свой опыт. Это мой опыт, это мой взгляд, и это невероятно помогает справиться с этим непостоянством в мире, что всё меняется, что всё приходит и уходит. И чем больше ты за этим наблюдаешь, тем больше ты видишь, что это именно так. И поэтому со всем приходящим, особенно то, что тебе очень сильно нравится, из-за того, что хочется вцепиться и оставить себя навсегда и на всю жизнь, вот здесь, как только появляется эта мысль, уже нужно задуматься, блин, что-то я очень сильно, ведь это может в любой момент от меня уйти. И мысленно будьте к этому готовы. И наслаждайтесь именно вот этим моментом, пока вы вместе сейчас, чтобы вот прям на полную, да. И когда это будет от вас уходить, будьте к этому готовы, потому что вы как бы знали эту жизнь. Это на самом деле не просто вот в одной секунде, это нужно об этом размышлять, дать этому место быть, понаблюдать вообще в принципе. И со временем, если у вас есть цель такая, да, проще к этому ко всему относиться, оно придёт. Кристина пишет. Добрый день. Сейчас в наше время очень много семейных пар, которые не могут иметь детишек. Это просто ужасно. Селена, а как бы вы поступили, если бы, не дай бог, у вас не было Денечки? Вы бы взяли ребёнка из детского дома и какого возраста? Заранее спасибо. Кристина. На самом деле я думала об этом, у меня где-то в 28-29 лет у меня уже начал просыпаться материнский инстинкт, и я уже хотела ребёнка очень сильно, но у меня не было достойного человека рядом, с которым бы я хотела быть вместе на тот момент, и хотела бы ребёнка. И я подумывала о том, что если так сложится, что я и не встречу такого человека, или, возможно, у меня там по каким-то причинам не может быть детей, то есть и такие мысли в моей голове были, я всему даю возможность быть, почему нет, я что исключение какое-то. То есть всё могло бы быть, и я об этом думала на тот момент, и думала о том, что я могла бы взять ребёнка из детдома. Но какого возраста? Это такой момент, да, скорее всего, совсем маленького, мне, наверное, было бы страшно взять. Но, честно говоря, не знаю, не могу сказать. Я человек интуитивный, сентиментальная тема, я всё же представила этих деток маленьких, без родителей. Я бы выбирала сердцем. Если бы я поехала в детдом, и, ну, как бы решила бы усыновить или удочерить кого-то, да, то я бы попросила зайти в это место, да, где я, то есть я, может быть, даже бы и не спрашивала там, ну, почитайте, откуда, что, то есть мне было бы, наверное, и не важно. Я бы просто зашла в это место, где лежат эти детки, маленькие, к примеру, да, для начала. Ну, конечно, хотелось бы с маленького возраста, чтобы всё это ощутить, там, может быть, пять месяцев где-то, да, может быть, даже ещё меньше. И просто бы почувствовала, просто бы почувствовала, что вот он мой, да, вообще, когда я была помоложе, я думала об этом. Сейчас с возрастом, когда ты имеешь своего ребёнка, ты понимаешь, какая-то большая ответственность на самом деле, и, возможно, даже я бы и подумала о том, чтобы взять ещё детей, но мне бы хотелось для этого больше возможностей. Ну, как Анжелина Анжелина, например, да, у неё есть много денег, у неё есть много возможностей, она может позволить себе взять одного, второго, третьего ребёнка, и это очень круто, очень круто, правда. Великая женщина в этом смысле. Поэтому выбирайте сердце, доверьтесь своей интуиции. Мне кажется, вы просто увидите его и скажете, это мой, я не хочу его никуда отпускать, хочу, чтобы он был со мной, хочу подарить ему любовь. Так, наверное. Следующий вопрос от Веры. Хотела бы стать невестой, организовать свою свадьбу, надеть белое платье принцессы и быть самой счастливой на свете. На самом деле у меня был такой опыт, я одевала белое платье, я выходила замуж и через полгода успешно развелась. Через суд. Третьи попытки. Еле-еле. Поэтому, честно говоря, нет ничего там особенного. Это, наверное, кто ещё не выходил замуж, кто не одевал белое платье и вот этого всего не было, кажется, что это что-то такое невероятное, там счастье, праздник, да ни хрена. Там, блин, суеты, охренеть. Я, наверное, в этот день была самая бешеная невеста на свете. Платье там, чё-то мне не так было, мне было неудобно, слишком много пышности, оно белое, неудобно ходить, неудобно залазить. Я переживала за всё, за гостей, то есть, ну, это был полный трэш, да? За всем следила, за всё переживала, безумно устала, я так в жизни никогда не уставала. И не чувствовала я себя вот этой самой счастливой, ну, честно вам скажу. И я не бы хотела повторять это второй раз. На сегодняшний день, если мы решим расписаться, то, скорее всего, роспись будет происходить, если мы решим скрепить свои узы перед государством. Мы просто пойдём тихонечко распишемся и даже никого не будем звать вообще, вот, знаете, честно, перед государством. Пошли, расписали, с печати поставили, если это нам для чего-то будет нужно, да? А если мы хотим какой-то праздник, романтики, красоты, то, возможно, это будет где-то на море. Я возьму красивое платье, обязательно закажу фотографы, видео, и просто сделать это каким-то красивым, запоминающимся видео на память, но не более того. И даже, наверное, и не будет всяких там друзей и так далее, это будет какой-то романтик для двоих, устроим себе такое приключение. Но не более того. Это не будет в классическом виде, и мой любимый человек это тоже всё поддерживает. Это для, не знаю, может быть, какой-то старый взгляд ещё, я бы даже сказала, или какой-то такой закостенелый взгляд, что ты будешь самой счастливой, что это что-то изменит в твоей жизни. Ни хрена не меняется, что было до, что после. Максимум, мне кажется, если изменится, то только хуже станет, потому что человек расслабляется, появляются такие моменты, у меня тоже на эту тему есть отдельное видео, появляются отдельные моменты, что ты уже делаешь всё не потому, что ты хочешь, а потому, что ты должен. Ну, есть, да, у людей меняется. Кто-то, вот, допустим, мужчины могут расслабляться, жена тебе должна готовить, убирать, стирать и ждать тебя, она теперь обязана тебе, да, а ты идёшь домой не потому, что ты любишь, хочешь там и так далее, а потому, что ты должен уже это делать, у тебя печать. Любимые друг друга могут в какой-то момент манипулировать, развод или ДТ обязан. Даже среди своих знакомых девчонок тоже бывает, слышу, что даже если он ещё не женат и так далее, он просто рядом, он уже должен, должен, должен. Этого не должно быть вообще в принципе. Я считаю, что отношения строятся на желании быть вместе, на желании дарить друг другу любовь, на желании сделать друг друга счастливыми и независимыми. И пока это будет, и не важно, есть у вас печать или нет, пока это будет, всё будет замечательно. Ещё очень важно уважение между друг другом. Если это желание пропадает и появляется какой-то долг, мне кажется, что любой долг любого человека нет-нет, да, отягощает. И долги бывают разные, какие-то бывают долги, которые ты просто бросить не можешь, но в наше время долг перед женщиной, перед своей женой, он настолько обесценен. В общем, я не стала бы вкладывать счастье, честно говоря, в брак, белое платье, ЗАГС, самое счастливое. Нет. Олеся пишет. Селена, сегодня день братьев и сестёр. Хотела ли ты когда-нибудь прибить братишку? Ну, если вспомнить наше бурное детство, то да, мы дрались, можно сказать, на ножах даже, серьёзно вам скажу. Брат мне выбивал зуб, эмаль. Я не помню. Может быть, если мы сняли бы с ним видео, он бы очень много чего вспомнил. Я тоже издевалась над ним ещё так, прибить братишку. Наверное, в тот момент, когда я была маленькая, и он что-то не делал, что бы мне хотелось, наверное, мне хотелось бы его прибить. Но сейчас мы повзрослели, я очень люблю своего брата, и, честно говоря, извиняюсь буквально каждый раз, вспоминая, что я творила в детстве, как я издевалась над младшим братом. Ну, я думаю, что я не единственная, мне просто кажется, я не извер какой-то, да, мне кажется, что все братья и сёстры, особенно старшие, издевались над своими младшими. У младших такая участь пройти через это. В сознательном возрасте уже нет. Никогда бы мне не хотелось ни прибить ни братишку, ни сестричку твою. Настюшка пишет. Почему ушли с модельного бизнеса, и была ли вообще у вас цель стать известной моделью? Вы знаете, это желание стать известной моделью, оно пришло очень поздно. И когда появились вокруг меня уже люди, которые могли бы мне в этом помочь, вообще люди, которые действительно отправляют за границу, это были мои непосредственные друзья, друзья знакомых, девочки, менеджеры, которые занимались тем, что они находили молодых моделей, делали им портфолио, всё за свой счёт, и они зарабатывали, и модель была известна, зарабатывала. Но тогда мне было уже 23 года, когда я говорю, ой, я хочу, а мне сказали, извини, 16 лет, ты вообще-то уже старая для нас. И я поняла, что вот они, серьёзные люди, которые делают на этом бизнес, и 23 года уже никто тебя не рассматривал. Поэтому в тот момент, когда я захотела серьёзно этим заниматься, уже было поздно. А до этого я не хотела этим серьёзно заниматься, но в принципе всю свою жизнь, всё своё время, пока жила в Москве, я занималась параллельно модельным бизнесом, это было как моё хобби. Мне было прикольно, я модель, меня туда зовут, туда зовут, фотографии, знакомства, красота, в журнале работала, ну, было прикольно. И можно сказать так, что я и не уходила оттуда, просто это было моим хобби, оно и сейчас моим хобби. Позови меня куда-нибудь, да я приду, сфотографируйся, мне нравится. Анна, как раз задаёт вопрос, Селена, расскажи, как ты решила снимать видосы на Твиче? На самом деле у меня друг, он стример, и он давно мне говорил о том, что попробуй, это интересно. Ещё мой любимый человек тоже связан с этим бизнесом, с этой деятельностью, и он мне тоже говорит, что тебе нужно стримить. И в большинстве своём это он меня привёл туда, помог мне всё это реализовать. И вот на сегодняшний день у меня есть канал, который создан моим любимым человеком. Оформление, все дела, вы можете всё это заценить. И он проделывает там огромную работу, и без него, честно говоря, сложно было бы мне. Но я потихонечку вникаю, и мне всё больше и больше нравится. В общем, мой любимый человек. И идея мне это понравилась сама по себе, именно стримы, именно живые онлайны, ничего подготовленного, а именно всё такое живое. И это очень круто. Ссылка на Твич под видео. Жена Рушка задаёт вопрос, ты планируешь переезд в другую страну? Да, я планирую. В мае я жду там определённый ответ. Может быть, будет возможность поехать в Америку, может быть, нет. Может быть, я отложу это на следующий год. В общем, расскажу при возможности, как что. Пока что я держу это, храню эту энергию как бы в себе пока, скоро расскажу. Но вообще, да, я езжу в Европу туда и сюда и присматриваюсь. Я присматриваю города и так далее, где бы мне хотелось остановиться на месяц, на два и на три, попробовать пожить, посмотреть как там. Да, вообще бы я хотела в другую страну, в Европе или в Америке, ещё не знаю. Пока что я не могу сказать однозначно, кроме, наверное, Испании, место, где бы я хотела попробовать жить. На сегодняшний день, по-моему, это только Испания. Но у меня подруга была в Италии, в Израиле и говорит, что там очень круто, ей очень нравится. Я там ещё не была в нации. Семакина задаёт интересный вопрос. Селена, привет! Вопрос про отношения. Если мужчина хочет, он делает, несмотря на загруженность на работе и расстояние, например. Это можно сказать про любого человека, не только про мужчину. И про женщину, и вообще про любого человека. И если человек хочет, то он делает, несмотря ни на загруженность, ни тем более на расстояние. Тут вопрос ещё, знаете, ну, в возможностях, понимаете? Поэтому нужно знать. Если это в его возможности, и он не делает, то извините меня. Тут должны быть веские причины. А если нет возможности, и вы это прекрасно понимаете, может быть, не физически, не финансово, то тоже нужно сделать скачуху, как говорится, да? Ну, как бы сами знали, кого выбирали. Может, как-то так. Фруктовый салат задаёт мне вопрос. Как ты думаешь, уже с высоты прожитых лет? Прожитых лет! Можно ли любить одного человека всю жизнь, ну, или очень долго, неопределённый срок? Я вам скажу, что это зависит от человека, от самого человека, да? Есть люди, не знаю, мне кажется, даже люди непостоянства, можно их так назвать. Они непостоянные, они постоянно что-то... Они постоянно непостоянные. Они ищут, они влюбляются, разлюбляются. Сегодня они с тобой, завтра они с другим. То есть, такие люди, да? Ну, им всё быстро надоедает. Есть такие люди. А есть люди очень постоянные. У них вообще одна из главных проблем, мне даже кажется, это привязанность. Потому что, если они, например, если брать про отношения, выбрали человека, то пока... Да, блин, хоть землетрясение, гром, гремень, неважно что, он никогда не оставит, к примеру, да? Такие есть люди преданные, очень привязываются и не представляют себе, как это быть не вместе, да? И очень тяжело людям, если они такие, знаете, одному быстро всё надоедает, а другой раз и привязался. И тот, который привязывается, ему на самом деле тяжелее расставаться и многое другое. Но такие люди, их ещё называют однолюбами, да, там, они могут любить всю жизнь одного человека. Они даже могут любить всю жизнь одного человека, может быть, какую-то свою первую любовь, от того, что привязались, думали это навсегда, и всё, и вот так вот любят, да? И жить на протяжении детей, растить на протяжении всей жизни с другой женщиной, как бы, одну, вторую менять. Но любить там в глубине будет одну, и, может, даже если когда-нибудь он её встретит, и будет возможность жить с ней вместе, он всё бросит и будет жить с ней вместе. Вот такое бывает. Есть люди, которые, допустим, если они расстались, и они вот такие вот однолюбые, они настолько всё это внутри переживают, как будто кто-то умер, да? И они просто не находят в себе вторую половинку, просто потому, что их сердце занято, и эти мысли, что вот оно одно единственное, и это как бы предательство самому себе, и ты не можешь встречаться с другими. Ты любишь его одного, а всё остальное не любовь, понимаете? Это тоже ограничение взгляда какого-то своего, ты просто не даёшь себе свободы этой, не даёшь себе возможности любить кого-то ещё и сделать этого человека счастливым. Да, есть такие люди, есть такие люди, и мне кажется, таким людям намного сложнее. Я встречала на своём пути таких людей, которые, ну, я на самом деле такая лёгкая на подъём достаточно, не тяжёлая, то есть я делаю выбор и следую ему, пока все условия складываются. То есть вот, допустим, люди, которые однолюбые ещё, да, и им очень тяжело расставаться, даже когда фатально всё в отношении, всё уже плохо, всё идёт к расставанию, уже, может быть, даже, знаете, уже не отношения про любовь, а что-то вообще там из разряда маза, сада маза происходит, да? Но всё равно человек находится внутри и движет им идеей, что это любовь, раз и навсегда он находится, пытается что-то решать. Очень много женщин, которые не уходят из отношений, хотя там уже и насилие, и издевательство, и ребёнок бедный страдает, но она не уходит, потому что она любит, она там однолюб, она другого не полюбит. И от этого очень много на самом деле бед происходит. Поэтому это может быть вопрос взгляда. Как ты хочешь, чтобы было? Можно утяжелить слово «любовь», утяжелить его, и оно будет таким тяжёлым, вечным, и создавать какой-то груз. Можно его немного облегчить. И что такое любовь? Это не то, что ты влюбился вот так, да, и навсегда повесил этот груз, преданность, любовь и так далее. Нет, любовь, ну на мой взгляд, это что-то полегче. Любовь — это то, что вот оно сейчас к тебе пришло, чувство какое-то, да. Любовь — это и чувство эмоций, и плюс это совокупность, уважение, желание сделать человеку что-то хорошее, доброе, подарить ему какую-то свободу, подарить ему какое-то счастье, ласку, подарить ему какую-то независимость в каком-то смысле, да, может быть, тоже финансово, сделать его более счастливым и независимым, да, подарить ему то, что можешь ты, да. И мне кажется, это круто, и пока все эти условия совпадают, и особенно если не взаимные, вы вот так вот любите друг друга вместе, и это клёво. И если вдруг условия начинают меняться, нужно уметь подстраиваться, именно из-за любви к своей половинке, да. Если ты видишь, что у человека пропадает любовь, у него пропадает желание что-то делать, начни его, может быть, где-то отпускать, всё должно быть взаимно и легко, мне кажется, вот. Начни его отпускать и подари эту свою любовь тому, кому она сейчас будет необходима. То есть, да, вот, допустим, заканчиваются отношения, не нужно, если человек не хочет быть с тобой, к примеру, отпусти его. А если ты его любишь, дай ему возможность быть счастливым где-то в другом месте, особенно если он это хочет, да, вот так. А ты не жми в себе эту любовь тяжёлую и так далее, а подари её кому-то, кому она сейчас нужна. Ведь это было бы справедливее, мне кажется. Всё, мои хорошие, я ответила на ваши некоторые вопросы, на самом деле здесь очень много вопросов, 200 с лишним вопросов, очень много. И заходите сейчас под видео, я оставлю ссылку на Twitch на прямой эфир и напишу дату и время, когда будет прямой эфир. И я прямо в прямом эфире буду зачитывать ваши сообщения из Инстаграма и отвечать на вопросы, на которые ещё не ответила. Возможно, на все вопросы даже отвечу, потому что прямой эфир будет чувствовать долгим. Также в прямом эфире вы сможете печатать мне сообщения. Обязательно жмите сердечко на канале на Twitch. Сердечко – это значит отслеживать, оно находится в правом верхнем углу. Также вам предложат, чтобы приходили уведомления. И чтобы вы знали, когда я буду в прямом эфире, чтобы не упустить мои прямые эфиры, тоже эту галочку отмечайте. И тогда вам будут приходить уведомления. Всё, мои хорошие, я была рада ответить на ваши интересные вопросы. Встретимся на Twitch в прямом эфире. А я вас люблю, целую. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok